С опозданием в неделю в Старом Осколе отметили День Печати. Праздник, объединяющий типографов, распространителей газет, радиоведущих, фотографов, корректоров, корреспондентов, видеооператоров и редакторов. Сегодня в округе выходят в свет 17 местных газет и 2 журнала, вещают 5 радиостанций и 2 эфирные телекомпании. Лучших представителей средств массовой информации участвовали в Центре культурного развития «Горняк». День Печати в этом году отметили в особом формате, вне стен администрации. По традиции торжество начали с награждения лучших городских средств массовой информации. За многолетний труд и высокие показатели в работе, почетными грамотами и благодарностями губернатора, главы администрации округа и председателя Совета депутатов отметили 28 представителей различных профессий в сфере СМИ. Среди награжденных заместитель директора издательского дома «Оскольский край» Анна Поплавская. Издательство выпускает две старейшие газеты округа. В этом году путь октября отметит 90-летие. 45 лет празднуют «Зори». Печатное слово вечно, что показывает мировой опыт. Нигде печатные СМИ не умерли, несмотря на интернет. Но газеты изменились, газеты стали более яркими, цветными. Стараемся как-то расширять аудиторию, тематику. То есть, я думаю, что нормально мы развиваемся и есть возможности куда расти. И почетными грамотами и благодарностями главы администрации округа отмечены сотрудники 9-го телеканала. Редактор интернет-сайта Ирина Чуликова начиналась с рекламы. Сегодня Ирина занимается сайтом, монтирует новостные сюжеты, а с недавнего времени ведет прогноз погоды. Что отметили, это безумно приятно. Если отмечают, значит ценят. Это уже хорошо. И это мотивация, безусловно. И хочется расти дальше, учиться чему-то новому. Это первая моя награда, поэтому это, как говорится, еще более приятно, потому что, как я уже сказала, здесь я работаю уже практически 10 лет. Корреспондент отдела новостей Оксана Шиманович 13 лет в журналистике. 10 из них на 9-м канале. Действительно, телевидение – это то, к чему душа приросла. И ты уже живешь в жизни и мыслишь форматом вот именно своей вот этой профессии. То есть все жизненные события именно вот через призму телевидения оцениваешь. А как телевизиончик во всем видишь новость, что-то новое, что-то интересное, что-то важное. И, наверное, вот это, наверное, и есть какая-то профессиональная черта. Благодарностью главы отмечен и самый опытный сотрудник «Девятки» Павел Серых. 25 лет он работает на телевидении. С 2005 года Павел Михайлович за рулем съемочного автомобиля проехал не одну сотню тысяч километров по Белгородчине. Работал очень многими, вернее, как по многим специальностям работал. И антенчиком-мышлевиком. И сварщиком приходилось работать. Вспомнили о ветеранах журналистики и о тех, кого уже нет. В 2018-м не стало Сергея Леонтьева, журналиста, члена Союза писателей России. Артист Староскольского театра Андрей Костиков прочел одно из самых известных его стихотворений. Праздник завершился концертом артистов Центра культурного развития «Горняк» и общей фотографией журналистов с руководством округа. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.